В Сочи проходит международный инвест-форум участники, а это бизнесмены, представители, власти и эксперты обсуждают экономический потенциал регионов России, развитие бизнеса под санкциями, проблемы взаимоотношения предпринимателей, государства и ряд других тем. На форуме работают и делегаты из Якутии под руководством главы республики Егора Борисова. Из Сочи репортаж Олега Колесова. Участие в крупнейшем инвест-форуме принимает более 700 руководителей российских и зарубежных компаний. Основная тема в этом году – новое качество госуправления. С насыщенной программой в работе форума принимают участие делегации Якутии. Главный медиа-центр Сочи стал одной большой деловой площадкой. Участники подписывали соглашения, договоры, проводили конференции и брифинги. Главное событие форума – пленарное заседание с председателем правительства Дмитрием Медведевым. Участники обсуждали новое качество государственного управления. Как заявил Дмитрий Медведев, экономика будет ориентироваться на улучшение жизни людей. Путь к этому читает пример оперативное регирование государства на запросы по изменению экономической и социальной среды. Мы прекрасно понимаем, что финансовые возможности многих регионов сегодня находятся не в лучшем состоянии. Денег на инвестиции недостаточно. Многие регионы накопили долги, в том числе через дорогие коммерческие кредиты. Но здесь нужно оценить, конечно, во имя чего они приобретались, эти долги. Тем не менее, мы будем помогать, но помогать так, чтобы стимулировать, более активно привлекать инвестиции, наращивая собственную экономику. В этом ключ к такого рода поддержке. Поэтому сегодня необходимо все-таки пересматривать все комплексы, всю систему развития экономики республики, с чем мы будем у себя заниматься в республике. Мы тоже это чувствуем у себя в Якутии. Дело в том, что мы вкладываем в сельское хозяйство очень много ресурсов, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в других направлениях. И при этом того резкого подъема экономики мы сегодня тоже не чувствуем. Это абсолютно справедливо. Поэтому на этом экономическом форуме для себя сделал вывод о том, что все-таки необходимо нам пересмотреть все свои позиции с точки зрения создания более эффективных механизмов развития экономики, в частности, республики Саха-Якутии. Обеспечение инфраструктуры земельных участков под комплексное жилищное строительство будет выделяться по 20 миллиардов рублей ежегодно в 2017-2019 годах, что позволит поддержать порядка 30 проектов в год. А по благоустройству Министерство России рассчитывает получить финансовую поддержку в 10 миллиардов рублей. Сегодня ставится задача перед строительным комплексом, ну и в частности перед нашим министерством строительства и перед муниципальными образованиями, это создавать благоприятную жизненную среду. Мы многие годы строили, занимались, точно занимались строительством. И вот сейчас как раз возникает момент о том, что необходимо вот среду в целом в комплексе посмотреть, чтобы она была благоприятная. Глава правительства страны Дмитрий Медведев напомнил о принятых ранее решениях по снижению надзорного давления на малый и средний бизнес. Для них в частности введет единый реестр проверок. Действуют трехлетние надзорные каникулы, если предыдущие три года у них не выявлено существенных нарушений. Чаще всего мы видим все-таки диалог о том, что малый и средний бизнес сегодня являются опорой в развитии экономики многих регионов. И именно он нуждается сегодня не то чтобы только в государственной поддержке. Он сегодня нуждается, наверное, в новых подходах к развитию и к становлению этого института как экономического пласта в целом экономики многих регионов. На площадке форума стали известны результаты всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития в субъектов Российской Федерации. По итогам заседания экспертного жюри проект «Обжереспубликанское движение добрых дел. Моя Якутия в 21 веке» вошел в шорт-лиз в номинации «Эффективное бюджетирование». Надо сказать, что из всех регионов Дальнего Востока в двадцатку лучших проектов страны вошел единственный проект субъекта Дальнего Востока – это Республика Сахая-Якутия. Я думаю, что это тоже достижение, и мы намерены в дальнейшем участвовать в этом году. Эта премия вручалась в первый раз, и подводились итоги действительно лучших практик. Экономическая повестка в ближайших пяти лет в России будет ориентирована на рост экономики и улучшение жизни людей. Умение конвертировать политическую стабильность внутри страны в эффективное развитие национальной экономики – прямая обязанность власти, заявил премьер-министр. Олег Кулисов, Леожираев, НВК Саха, Сочи.